Домашние сосульки выросли в квартирах жителей улицы Ковалихинской. Там крыша двухэтажного дома давно требовала ремонта, но на обращение жителей никто не реагировал. В итоге ситуацию запустили настолько, что вода с крыши стала просачиваться в дом, и в прихожей теперь свисают самые настоящие ледышки. А это с квартиры моей течет. Это все течет с моей квартиры. Пожалуйста, сколько? 10 метров 20, наверное, льда. Плюс еще вот это все это зайдет из моей комнаты. Пожалуйста. Это все над нами. Вот смотрите, вот вода вот здесь. Ой, мамочки, я не могу. Вот она вся, видите, грязная, все отльется. Видите, где-то шурупы? Это из ЖЭО приходили и ремонтировали. Вот здесь вот, посмотрите, тоже шурупы. Это тоже у меня просто потолок под весом воды. Не выбежит, и вот такой бабах, вот так вот все. Вот эта чернота вся лезет, вот это все течет. У нас раз, тазик, два, три, пять. Очень много чего делать, мы не знаем. Это вот каждую весну, осень. Я постоянно в ЖЭО. Я в администрацию Нижегородского района. Нам сказали, что мы ничем помочь вам не можем, потому что как бы это дом не под снос. Вы еще здесь жить можете. Мы стучимся, стучимся, стучимся во все двери, и вот такая ситуация все равно. Я уже и плакала, и что только не делала. Вообще устали все. Мы уже в больнице лежали, не знаю сколько, за год, наверное, три раза уже лежали в больнице. Аллергия. А у которой сейчас в школе девочка, у нее астма. Хроническая. Вот, все отсюда. Просто вот вода с крыши. Нет, это вода с крыши. Вот. Это вода с крыши. Я не знаю, куда обращаться еще. Что делать? Что делать? Вооружившись этими засульками как доказательством, Екатерина Золотницына отправилась в местный ЖЭК. Но, как выяснилось, коммунальным работникам вовсе не до посетителей. Все происходило примерно в полдень, то есть в середине рабочего дня. А в ЖЭКе уже вовсю что-то праздновали. Причем с водкой и шампанским. Все сотрудники ЖЭКа собрались за одним столом. Здравствуйте. Здравствуйте. А начальство это у вас где? Нет. О, и мне там? Ну, давайте тогда я с вами поговорю. Вы меня знаете по поводу кровли. Смотрите, что у меня дома. Вы нет, давайте. Смотрите, что у меня дома творится. Что мне делать? У меня двое детей. Один маленький, ему полтора года. Одиннадцать лет. Астма. Вы согласовали? Вы согласовали вот это вот мероприятие? Пожалуйста. Что мне ничего сказали? Я звоню. А когда звонили? Артёш, вы хотите, я согласовываю. Согласований не было у нас на интервью. Что делать вы? Я не знаю. Вы, девушка, с ней уходите. Куда вы уходите? Вы расслабились немножко. Волосы в глаз. А что вы вообще снимаете? У вас разрешение у меня такое? А какое разрешение, когда такое безобразие? Какое вы задумывается? Разрешение, я не понимаю. На что разрешение? А у вас есть разрешение вот такие ремонты делать и вообще не реагировать на людей? Поговорите с человеком. Это вы что вы уходите? Ну что, пожалуйста, поговорили. Вот, им плевать всем. Вот они там едят, банкуют. А мы вот с детьми по больницам ходим. Это нормально. Может, я с инстанциями работаю? У нас трубы все замерзли. Начали их отогревать. Чуть не сожгли весь дом. Вызывали пожарных. Я здесь всего неделю. Хорошо. Что делаешь? У меня есть главный журналист, есть директор. И заехать у нас колл-центр только принимает. Вот там, пожалуйста, оставляем все. Но пороги вот здесь вот. Может быть, тогда что-нибудь у них дернет. В итоге сосульки так и остались стоять в ЖЭКе, а в квартире с потолка по-прежнему капает. Свою точку зрения на происходящее высказала прокуратура. В распитии алкогольных напитков в рабочее время, на рабочих местах, естественно, нарушение служебной дисциплины, нарушение правил внутреннего трудового распорядка. И в любом случае является нарушение трудового законодательства. По данному факту в адрес руководителя данной организации нами будет внесено представление об устроении нарушения закона, в котором будет поставлен вопрос о привлечении дисциплинарной ответственности виновных лиц. Мы будем разбираться по факту ненадлежащего исполнения домоправляющей компании обязанности по ненадлежащему содержанию данного квартирного дома по своевременному удалению наледей сосульок с крови жилого дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова